Здравствуйте, товарищи! Вооруженные силы Российской Федерации ушли из Киевской, Черниговской и Сумской областей. Более того, вооруженные формирования украинствующих, которые стояли на этих направлениях, уже оказались под Донецком. Сегодня в гостях у нас Владимир Васильевич Квачков, и мы обсудим эту ситуацию. Здравствуйте, Владимир Васильевич. Здравия. Владимир Васильевич, я человек не военный, но мне непонятно. То есть, если операция, которая прошла очень успешно, Гастомель, занятие Киевской области, весомое ее часть, была задумана для того, чтобы сковать там силы украинствующих вооруженных формирований, для того, чтобы не дать им переместиться в сторону Донбасса, то зачем это было начинать, если эти формирования уже в Донбассе, и они шли 700 километров от Киева до Донбасса, их почему-то на марше никто не разбомбил. Расскажите мне, пожалуйста, я ничего не понимаю. Да я тоже ничего не понимаю. Артем Дмитриевич, я человек военный, но я тоже ничего не понимаю. Если брать исключительно анализ военно-стратегический и оперативный, скажем так, даже тактический, разный уровень тактический, оперативный и стратегический. Я тоже ничего не понимаю, если смотреть только с военной точки зрения. Потому что на Гастомеле блестящая была десантная операция, блестящая. Я думаю, она вошла бы во все мировые истории, если бы она закончилась не так, как она закончилась. Многосоткилометровый марш из Сумы и Чернигов на Бровары, когда они пришли, то есть на левый берег Днепра уже. То есть Гастомель – это правый берег, а это левый берег. То есть были созданы два мощных плацдарма под Киевом. Вообще захват плацдарма является очень важной составной частью всех наступательных операций. Потому что как только вы зацепились за другой берег и создали плацдарм, или удерживаете какую-то часть преступления, это как было, допустим, под Ленинградом, вы тем самым этот плацдарм всегда сковывает большое количество войск, больше чем там обороняется, потому что он опасен именно ударом с этого плацдарма. Если у тебя есть плацдарм, ты там можешь перекинуть войска и оттуда уже урожать противника, наносить какие-то удары. Поэтому за плацдармом держится всегда. Это та возможность, которая позволяет наступающим или обороняющимся войскам владеть какой-то... Инициатива. Может, инициатива принимать участие в формировании обстановки на этом участке фронта. Поэтому, когда оттуда ушли, ну, хорошо, не хватало войск, сил, допускается все, просчитались, я уже говорил, да, наши разведки просчитались в отношении оценки силы следствия противника, и военной, и политической. Ну, бывает такое на войне, что ты сделаешь. В конце концов, война вообще-то, и там-то тоже русские воюют. Я не знаю, вам не нравится это слово, Артем Юрьевич? Нравится. Я всегда говорю, что это один народ. Один народ. Гражданская война. Да, и воюют гражданские, воюют русские с русскими. В этом и ожесточенность, и, скажем так, потрясающее упорство вот укронацистов, или же укрбандерацистов, потому что они же русские по своей сути, по психотипу. Но мы вернемся все-таки. Спрашиваются они... Но украинствующие. Русские, но украинствующие. Да, конечно, даже бандерствующие, а не украинствующие. Ну ладно, а мы отойдем от темы. Так вот, наличие таких плацдармов, это под дыхом, понимаете? Столица всегда является очень важным знаковым символом. И пока под Киевом, пусть даже стояли, пускай даже продвижение уже в конце концов замедлилось и увязли в этих вот боях. Стойте, ребята! Дорога Киев-Львов перерезана. Под столицей Украины в Киеве стоят российские войска. И когда Киев что придет, или полк, или дивизия, или несколько дивизий, и начнется операция по освобождению Киева, никто не знает. Спрашивают, никто. Там, под Киевом и в Киеве, были сосредоточены очень важные, большие силы, которые, по мнению ВСУ, не позволяли бы захватить, а с нашей точки зрения, освободить Киев. Не получилось, в конце концов, продолжить на это наступление, расширение поздарма, закрепить их здесь и держить. Это угроза. Это два кулака, которые вот так вот держатся, а посередине Киев. И поэтому, когда какой-то мерзавец объявил о том, что мы переходим под Киевом к оборонительным действиям, думал, ты что, козел ты, что ли? Кто об этом говорит? Я тоже этого не понимаю, Артем Митлевич. Нельзя, даже если ты перешел к обороне, об этом говорить нельзя категорически. Я сейчас процитирую Суньзы. Война – путь обмана. Если ты хочешь наступать, говорит, что ты будешь обороняться. Если ты хочешь обороняться, говорит, что ты будешь наступать. Потому что война, еще раз говорю, мы должны были вводить противника в заблуждение. Это не подлость, не обман, это военная хитрость на протяжении всех тысяч лет, пока воюют армии. И здесь, когда заявляет вам, это то же самое, знаете, пришел в штаб, да, шпион, да, у вас вы будете наступать? Нет, не будем. Он ушел, и он получает за это орден, награды, потому что он добыл важнейшую информацию. Задача начальника разведки всех степеней вооруженных сил – это определить, сформулировать силы и средства противника, его намерения и возможности. Это задача разведки, любой всегда. А здесь украинским разведчиком сыграл глава делегации. – Мединский. – Мединский. И представитель Министерства обороны, какой-то там полковник. Только за это нужно, ну, нельзя, говорит, надо расстрелять, да, ну, по крайней мере, отдать под суд военного трибунала за разглашение планов командования в отношении применения группировок войск. Только за это нужно уже было приличие отдать под трибунал. Поэтому на ваш вопрос, Артем, объяснить, что происходит, в военном, в плоскости военного искусства ответа нет. Потому что она чудовищная, даже это не глупость, понимаете. Вот есть такая шутка, может быть, и не кстати, но посмотрите потом. Вот когда мы учили в Академии, мы изучали операции, полдивизия и армейская операция, оборонительная иступательная. Вот. А уже в Генштаде, я все-таки, простите за нескромность, ведущий, научный сотрудник центра военно-стратегических исследований, приходилось этим заниматься, в том числе был в группе направлений, в которой уставы писало, и руководство для вооруженных сил. И вот здесь, вот когда смотришь на эту ситуацию, нужно понять, что же, ну, с какой целью все это делалось, военной искусстве ответа нет. Есть один только ответ в области военного искусства, что там происходит, это ответ находится в области военных трибуналов. Правители, которые у нас 90, кто с 93-го, у нас министр обороны, он министр обороны всех времен и народов, понимаете. Да, еще с 90-го года какого-то. Он министр, кого попал, и чего попало, нет, нехорошо. Он министр всегда, при всех правлениях. Вот он сейчас, по идее, он должен был возмутиться. Как-то так вы раскрыли планы генерального штаба Российской Федерации по управлению войсками в ближайшее время. А он молчит. Потому что генерал армии, который ни дня в армии не служил, навряд ли может понять все это. Зато он хорошо понимает всю эту политическую конъюнктуру. И тут, чтобы не был один только этот Шойгу, мной упомянут, а верховный главнокомандующий гражданин Путин. Вот для него я скажу, почему это происходит сейчас, на мой взгляд. Потому что я говорю, еще раз, я когда, я был потрясен, скажу, когда я узнал, думал о фейковой, когда я понял, что это в самом деле происходит, что это происходит, что, с выкачь, то для него... Нет, это не было. . Продолжение следует...